Вперед, наверное, не самое стоящее, потому что Балтики приходится вновь мяч отбирать уже, в который раз, и к 20-й минуте не то, что быстрого гола не случилось. По сути, Балтийцы не добрались ни разу до чужой штрафной, кое-сколько бы то ни было серьезно, если не брать в расчет прострел Макарова, конечно. Спокойно комбинирует, вот это удар! Гол! Гол, 1-0. Смыл мяч от перекладины, и никто не смог его, увы, отбить. Тело, безусловно, мне кажется, жесткий был разговор сейчас в раздевалке, и одним из тех, кто в этом разговоре, скажем так, не смог. Ах, неужели пенальти? Да, это пенальти на 47-й минуте первого тайма. В сложнейшую ситуацию упадает Балтийцы, ошибается Александр Макаров, у него из ног отбирает мяч, посчитали транзитом через игроков Тулу, и мяч впадает в штрафную площадь, и нарушает правила Евгения Вселенко, и пенальти прямо на глазах у тульских болельщиков, которые заполнили весь сектор вестевой трибуны. Увы и ах, пенальти для Калининграда это, увы и ах, для Тулы это, ого, все в порядке. Четвертый номер будет пробивать капитан команды гостей, Дмитрий Айдов. Ну что ж, Рогачев, может он или он достать этот мяч? Да, если бы пробивал Айдов в левый угол, но он пробивал в правый, 0-2. Балтийцы терпят на данную минуту поражение от Арсенала в домашнем поединке, очень важном. И спас на левый фланг. Так, немножко буду успокоиваться игра с точки зрения того, что Арсенал начал опять идти в атаку. Вот один из опаснейших ударов комбинирует, как у себя дома. 3-0. 3-0, друзья. 3-0, раскатали балтийцев тулики и заслуженно забивает третий мяч. Молодые болельщики. А вот и гол. Считается, да? Это гол престижа, Балтика на него наиграла. Мне кажется, больше Балтика через правый, левый фланг, потому что проще не играет. Вот это ошибка! Ну чем не финал Кубка России, только по-калининградски? 1-4 Балтика проигрывает Арсенала. Грубейшая ошибка обороны Балтийцев привела к выходу практически 1-2, который был реализован...